Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем нарядную майку с отрезными чашками. Я буду использовать выкройку нашей школы. Я беру верх от сарафана Бюстье. Немного ее изменю. Уберу припуск по центру спинки 2 см, так как спинка будет со сгибом. Уберу 3 мм от центра переда, так как мы шьем из тянущейся ткани. И немного уменьшу высоту выступа под бретель. Откладываю вниз от среза 2,5 см. Провожу линию и делю ее пополам. И от этой точки в стороны откладываю значение ширина бретели плюс 2 припуска. Соединяем новые точки. Вот этот отрезок мы делим на 3 равные части. Здесь опускаемся на 0,5 см вниз от линии. Здесь на 1 см. Соединяем новые точки. Вот. Срезаем лишнее с нашей новой выкройки. Шить я буду из трикотажа. По горизонтали он хорошо тянется. По вертикали немного меньше. Также нам понадобится дублерин. Он стабильный. Не тянется ни в одну из сторон. Я выкроила детали маечки. Дважды. Для лица и для изнанки. Чашки я проклеила дублерином. Как изнаночную чашку, так и лицевую. Так, спинка со сгибом. Вперед со сгибом. И на изнаночной части, между чашками, мы проклеиваем дублерином небольшой участочек. Как вы знаете, выкройка у нас идет уже с припусками. Чашку сшиваем с припуском 7 мм. Соединяем верхние и нижние детали так, чтобы на расстоянии 7 мм детали были точно вровень. Детали майки шьем с припуском 1,5 см. То есть, не 1 см, как заложено в выкройке, а 1,5 см, потому что шьем из трикотажа. Затем отутюживаем все швы. По чашке можно швы заутюжить вверх, а можно в разутюжку. Готово. Чашки отутюжены на круглой колодке. И также основа маечки, все швы в разутюжку. Собираем чашки попарно. Лицо с изнанкой. Вот эта ленточка у меня будет бретелью. Ее ширина 5 мм. Прикладываем ее к выступу чашки. И отметим ее ширину на расстоянии 7 мм от верхнего среза. Вот так будем прокладывать строчки. По чашке. Соединяем чашки иголочками. Подготавливаем швы на основе майки вот таким образом. И на лице, и на изнанке. Соединяем лицо с изнанкой по верхнему срезу, сложив их лицевыми сторонами внутрь. Так, по центру. И точно совмещаем все срезы и швы изнанки и лица. Я проложила строчку на 1 см от края. Чашки также у нас сшиты. В отверстие для бретеля протягиваю ленту. Сначала здесь проложим машинную строчку. А затем, начав на 2-3 см раньше, продублируем строчку. Вот так. К припуску изнаночной стороны майки пришиваем резинку шириной 5 мм. Пришиваем, немного припосаживая ткань под резинкой. Продолжение следует... Затем пришиваем ее на машинке. Срежем излишки припуска возле бретели. Вот так, аккуратно. Так, и так же с изнаночной стороны чашки срежем припуск на 4 мм. Выворачиваем чашку. Так, и сделаем перекант на 1 мм наизнанку. Прометаем. Также по верхнему срезу майки уберем лишнюю толщину припусков. Срежем припуск с изнанки. Теперь развернем детали вот так. И проложим строчку, пришив припуск к изнанке. Я отутюжила чашки и сшила их по низу. Также пришила припуск верхнего среза к изнанке. Соединяем чашки с основой строго на расстоянии 7 мм. Детали фиксируем по краям. Находим контрольную метку. Соединяем. Затем распределяем ткань чашки. Пришиваем. Итак, чашка вшита в лицевую часть майки. Проверяем, как она вшита. Все ли точно. Теперь, вложив внутрь лицевую часть, пришиваем чашку к изнанке. Вот так оборачиваем ткань по бокам чашки. Фиксируем иголками. Находим контрольную метку. Соединяем. Затем, распределив ткань, подкалываем иголочками и проходим строчку на машинке. Вот так у нас теперь выглядит маечка. В итоге у нас чашки спрятаны между лицом и изнанкой. Припуски в районе чашки срезаем ступеньками. Вот так. И делаем вот такие надрезы через каждые 1,5-2 см по всему припуску, не доходя до строчки на 1 мм. Чтобы закрыть нижний срез майки, мы будем делать несколько этапов. От центра к спинке соединяем половину маечки. До центра спинки не доходим около 7 см. Скололи. Это предварительная наметочка. Теперь выворачиваем. И теперь, продвигаясь от центра переда к спинке, аккуратно соединяем срезы. Вот так. Обязательно совмещаем швы. И теперь прокладываем машинную строчку на расстоянии 1 см. Половину маечки мы обработали. Теперь продолжаем работу над второй половиной. Также предварительно соединяем иголочками сначала. И теперь, вывернув наизнанку, соединяем аккуратно иголочками. И прокладываем строчку, также на расстоянии 1 см. И вот этот участок по центру спинки мы зашиваем вручную потайными стежками. Переходим на утюг. Отутюживаем нижний срез. Затем проводим примерку. И уточняем длину бретели. После этого бретель пришиваем либо вручную, либо на машинке. Вот таким образом. И наша маечка абсолютно готова. Вот такая замечательная маечка у нас получилась. Ссылку на выкройку, с которой я сегодня работала, я оставлю под этим роликом. Всем легкого кроя и шитья!